эй ребятки всем привет с вами борода это канал не нави и сегодня мы продолжаем смотреть демочку от операйшн давайте мы посмотрим сегодня несколько карт вот я предлагаю понемногу минут так по 5-10 уделить на каждую и посмотреть из чего они в принципе состоят что там можно увидеть на этих локациях будет ли меняться оружие ну то есть мы видим можно изменить численность непосредственно бойцов то бишь ботов но по оружию по настройке оружия ничего не вижу начнем с резала и дальше по списочку пойдем пробежимся просто посмотрим локации графики я так понимаю что оружие из-за этого меняться не будет но вот у нас на заставочках как бы видно что более современное нормальное оптическое оружие вот с таким было бы гораздо интереснее бегать нежели с оружием которое использовалось очень давно в военные времена и не особо актуально да если бы это была игра военного жанра но с какой-то компанией то есть какой-то предыстории какое-то завоевание кредо место это бы гораздо интереснее кстати смотрите тут у нас есть на выбор две винтовочки уже получше уже винтовки которые более менее современные то есть вот тут ночь серьезно ох сейчас бы ночью играть вот ну я не спорю да это атмосферно но это же ночь так ну фонаря у меня нету но у меня есть кстати пистолет любопытно давайте пробовать как понять где мои где враги но кроме ротла что враг будет у тебя стрелять меня уже попадают я пока никого не вижу но я никого не вижу не знаю так можно зайти в какое-то здание если что если в зданиях крыша пока я не вижу но тут прям лютый замес начался не знаю что то сделал вроде кого-то убил так ну мы как то легко к точке прошли все держим а это еще не . я понял как мне залетела больно и так вот смотрите карта темная тебе залетает и карта встает еще темнее это прям как-то не очень лично мне проблемно что-либо увидеть здесь я не пойму это мой да это скорее всего мой так хорошо ризола получается уже более современное но ночная то есть мне не нравится я просто не знаю в кого кого мне надо стрелять чтобы понимать это свой или не свой большая проблема сейчас просто понять где же здесь своя где нет то есть нет никакого подсвечивание и если честно лично я по амуниции разницы не вижу так взял сейчас какой-то иной ствол хочу посмотреть но это скорее всего получается мой окей он не умер так у меня есть еще пистолет посмотреть как работает здесь все оружие дают только один хил но как по мне очень мало здесь больше нельзя подобрать никакого лута нельзя ничего докупить тоже непонятно почему так прыжок здесь очень слабый то есть я не могу пролезть сквозь ограждение или что-то в этом духе кто из них был враг черный экран ничего не понятно я умираю просто так хорошо здесь есть еще вторая сторона и у них есть калаш давайте попробуем еще с калашом поиграть калаш без каких-либо обвесов ну смотри за этих когда играешь хотя бы видно что они белые но как бы когда я играл против них я не видел что они в белой амуниции то есть сейчас мне должно быть попроще потому что враги будут в темной униформе получается я просто бегу за своим типом ну то есть эта игра больше похож на такой знаете рандомно а быстрый шутан но вот это тоже получается мои видишь но они уже не в белой форме тоже мои что ли окей кстати у всех разное оружие но я почему-то оружие особо изменить то и не могу это я играю за турков получается это я играю за турков получается так хорошо одного убил здесь вообще есть какая-то статистика да вон и у меня четыре кила все увидел но все-таки с оптическим когда играешь попроще мне больше нравится нежели тут так хорошо хватит меня аразалы ливаем с этой карты так посмотрим еще так у нас тут к нафи есть давайте посмотрим что это за карта то есть разные карты разные национальности получается разный уровень современности происхождения действий и соответственно конечно же разное оружие должно быть либо же в дальнейшем они сделают возможность выбора так вот тут мы можем смотри с эмочкой поиграть получается с юсей против россии окей вот светлая светлая карта это уже получше автоматическое оружие хорошо теперь нужно понять как выглядят русские чтобы знать против кого тебе играть кстати то скорее всего можно даже настроить один против одного но учитывая то что локация слишком большая там будет очень тяжело играть попробуем играть от помещений смотри не убил он дальше пополз зашел в тыл к врагу отлично должен быть где то выход еще куда то кстати здесь скорее всего даже есть выход на крышу ничего себе давайте попробуем с крыши должно быть максимально удобно так хорошо это я типа 4 получается они все передо мной будут пробегать здесь я их буду всех просто убивать а меня по идее никто даже видеть не будет но точку конечно же с этой позиции ты не захватишь меня запалили как ничего себе так как они ложатся я ага вот вот это я лег окей это я сел это я лег хорошо могу ли я спрыгнуть из дома меня спалили они спалили а я убил окей хочу попробовать суициднуться но вот просто нельзя невозможно никуда не запрыгнуть не залезть ничего в этом духе ладно тогда мне придется обратно спуститься вниз ну пока что эта карта прям топчик мне не нравится оружие потому что нету нормального оптического прицела но это оружие явно лучше чем военное с которой мы бегали самым первым так а ты когда идешь ты вообще не можешь попасть да я понял это просто невозможно я так полагаю так что у меня тут смоки да я не знаю враг то или камень но что то похоже очень долго раскрываются смоки тоже как бы минус их можно резать спокойно в половину надеюсь там что они даже не добросил смотри она упала аж под машиной я был очень далеко но меня все равно убивает не знаю это слишком для игры то есть я понимаю они наверное хотели максимально приблизить так лам донг следующая карта скорее всего максимально приблизить к реальности но она была достаточно далеко это все таки не реальность а игра и мне бы не хотелось умирать от такой мелочи находясь так далеко ну как по мне это конечно же бред так ну у нас здесь тоже самое оружие не меняется к сожалению с эмкой плохой мы только что бегали поэтому в этот раз я думаю почему я не могу высадиться вот могу в этот раз я хочу поиграть уже с калашом как по мне будет немного интереснее нежели та эмка смотри я иду очень далеко меня уже начинают убивать с этих кушерей так ну это у нас какие-то тайванские войны идут судя по их вьетнамские разговоры вроде как враг но это не точно а еще один большой минус в том что просто не показывается сколько у тебя осталось патронов это очень ужасно просто я не понимаю сколько у меня остается патронов когда мне нужно делать перезарядку и нужна ли она мне сейчас конкретно в данном случае то есть но это не сложно как по мне сделать и почему здесь этого нету я не знаю по кому они стреляют у меня возникает вопрос то есть реально очень высокие кусты ни хрена не видно но они при этом воюют с кем-то почему я не могу перелезть через этот забор почему мне нужно бежать до конца локации я надеюсь это все будет убрано по фикшена потому что ну одно дело когда это демка и в демке это все просто ну простительно сейчас эти замечания скорее на пользу чтобы разработчик мог понимать так я хочу давайте попробуем один против одного я хочу чтобы разработчики понимали ну то есть демка для того и выпускается чтобы они могли учесть все моменты которые они могут упустить потому что глаз замыливается это все ну достаточно сложно отследить и ничего не упустить это круто что они сделали ну как по мне на уровне демки ну достаточно достойную демку достаточно достойную удобную возможность посмотреть больше пяти карт это очень круто а у каждой карты есть своя специфика помимо ландшафта это оружие поэтому ну это великолепно так мы вернулись к тому с чего начинали кстати говоря иду так стоп не могу пройти скорее всего вперся в край карты как я могу понять да это край карты все окей туда не пройти кстати я же здесь играю соло правильно мне надо просто найти врага а я еще играю два в один класс так окей по карте я иду вроде как правильно то здесь враг перезаряжался или что захват флага происходит автоматически или мне нужно произвести какие то действия откуда у вас куста просто да серьезно лови хорошо убыл это было очень сложно как происходит вот захват вот мы сейчас пришли я не понимаю у меня не отображается никакая клавиша то есть лично я не знаю как сделать сейчас захват опять откуда он по мне стреляет а 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 но пока я его не вижу 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 ну то есть вот один в один вообще не сложно против бота по крайней мере а так и ты чё не умер ты что дурак не умер с первого раза а могло быть критично крайне Чё, сумка не используется? Я хилюсь, мужик. Подожди, я хилился просто. Так. И у нас осталась ещё одна карта, если я не ошибаюсь. Которую мы должны... Ага, всё это тренировочное. Просто получается тренировочный полигон. Ну, получается, мы всё посмотрели. Единственное, что хочу заметить, скорее всего, здесь будет несколько режимов игры. Вот сейчас доступен только один режим на разных картах, которые я вам продемонстрировал. Поэтому обязательно пишите, интересно ли вам дальше съёмка по этой игре. Если да, то я буду следить за её обновлениями. Когда она будет выкатывать что-то новенькое, я сразу же буду для вас это пилить. Ну, а на этом всё. Большое спасибо. С вами был Борода. Пока-пока.